ГУМ-корпус расширяет географию помощи. Впервые добровольцы приехали в небольшой поселок в Донецкой области. В январе 2015 года ополченцы освободили его и вернули старое название «Красный партизан». Месяц назад здесь разбомбили электрическую подстанцию, и местные жители остались без света. Так что помощь пришлась кстати. Добровольцы ГУМ-корпуса впервые добрались до небольшого поселка «Красный партизан». Привезли коробки добра, в них в основном продукты и средства гигиены. Но и такой поддержки краснопартизанцы до сих пор не видели. Вот четырех тысяч преодолеть, чтобы в этот солнечный и пасмурный день радость принести. Мы просто тронуты, заботая о нас. И теплом, который эта Россия хочет согреть всех, даже в дальнем этом углуке. ГУМ-миссию приезжаю в третий раз. Приезжаю, наверное, по зову сердца, потому что первый раз приехал, чтобы увидеть, каково здесь положение, как люди, что живут. Понял, что люди нуждаются, что бойцы, что жители Новороссии, как говорится, ЛНР, ДНР нуждаются в нашей помощи и не могу остаться в стороне. Среди краснопартизанцев, как оказалось, есть и те, кто с Югор знаком лично. Николай Богатырев в 90-е работал в Сургуте и Ленторе. «Хороший Сургут город, современный. Что там делали? Работал, строил нефтебазу в лесу. Нефть качали. Ничего там сложного не было. Все работали по 12 часов без выходных. Хотите снова вернуться? Нет, у нас теплее. Связи и дорог здесь нет. Школы и детские сады не работают. Дети занимаются дистанционно. Маленькая Соня учится во втором классе. И тоже получила большой плюшевый привет из Югры. Медведь, конечно, шикарный. Большущее вам спасибо. Для детей это большая радость. Мы уже привыкли, как-то уже спокойно относимся к этому. Дети даже понимают, когда выстрел от нас, когда к нам летит. Но уже как-то приспособились. Все-таки 10 лет мы на вот этой линии разграничения. И ничто никуда не движется. Местную электростанцию здесь недавно разбомбили. Связи тоже нет. Но даже в таких условиях краснопартизанцы в первую очередь думают не о материальном. Жители нуждаются больше всего. Ой, ну мы нуждаемся, чтобы был мир. Елена Келян, Денис Ханджин, Донецкая Народная Республика.